С наступлением теплого времени года в Орехово-Зуевский район приезжают дачники. Однако с каждым годом быть садоводом становится сложнее и ответственней. Ужесточается законодательство. И зачастую у дачников возникает много проблем. Поэтому ежегодно организуются конференции, на которых садоводы задают наболевшие вопросы, связанные с начавшимся дачным сезоном. Быть садоводом на самом деле большой труд. С каждым годом законодательство в отношении дачников ужесточается. Свои СНТ они должны содержать в полном порядке. Заниматься благоустройством, приобретать средства для пожаротушения и обучаться работе с мотопомпой. Вакцинировать домашний скот, заключать договоры с коммунальщиками на вывоз мусора и так далее. Поэтому неудивительно, что многие садоводы не хотят состоять в товариществе. Если человек решил выйти из СНТ, стать так называемым индивидуалом, ему препятствовать нельзя. Но он обязан заплатить все долги, которые он имеет перед СНТ. Если продается и вообще совершается сделка с каким-то участком, теперь председатель, мы внесли такое предложение, должен быть об этом оповещен. Людмила Бирюкова напомнила, что садоводам необходимо устанавливать справедливую кадастровую стоимость земельного участка. Проверить нынешнюю можно в многофункциональных центрах. Там же можно оставить заявление на понижение ставки. Важную роль в деятельности СНТ играет обеспечение пожарной безопасности, так как пожары в садовых товариществах по статистике происходят чаще всего. Бывают случаи, особенно весной, когда по 15 строений сгорает на нескольких садоводческих участках. Если посмотреть по месяцам, я вам хочу рассказать, например, сколько пожаров в месяц происходит. Вот январь месяц, 10 пожаров, февраль и март 4. Почему февраль и март 4? Потому что в садовых товариществах количество садоводов минимальное. В мае 14. Почему? Опять же, потому что большое количество дачников приезжает. В СНТ происходит и большое количество краж. Как правило, это зимние явления. Но и сейчас домики станут лакомым кусочком для воров, так как на лето садоводы будут привозить дорогостоящие оборудования и бытовую технику. В избежание таких проблем сотрудники отдела вневедомственной охраны рекомендуют устанавливать сигнализации как в строениях, так и тревожные кнопки на пункте председателя. Для Орехово-Зуйского района остро стоит тема бешенства среди животных. Поэтому, если вдруг у вас есть подозрения на то, что ваше животное заболело этим недугом, нужно тотчас обратиться в ветеринарную службу. По любым вопросам садоводы также могут обращаться в общественную приемную Союза садоводов России, которая находится по адресу город Орехово-Зуево, центральный бульвар, дом 6, кабинет 307.